здравствуйте дорогие друзья гости ну и конечно же подписчики моего канала с вами нестигин олег а сегодня я вас познакомлю с интереснейшим местом на нашей земле а это место называется багама и поверьте сегодня я вам покажу очень много чего интересного необычного и непонятного и давайте начну вот с такой вот меточки под названием ладонь рука вот в этом месте находится странные озера а чем они странные давайте я вам сейчас попробую объяснить вот примеру два озера посмотрите внимательнее одно озеро похоже на отпечаток огромной левой ладони вот здесь мы видим большой палец указательный средний безымянный ну и мизинец ну а рядом от этой ладони такое ощущение что и остальная часть руки как будто знаете оторвали и положили рядом и правда ли похоже ладонь и рука вот здесь отчетливо видно локоть что-то оторванное ну и ладонь сама фантастика и правда ли я к примеру удивлен никогда не видал такое совпадение вот это вот первая находочка ну а дальше я вам покажу также интересную находку но уже от сергея белякова у сергея белякова на яндекс дзене есть канал и я оставлю ссылочку в описании где я взял эти координаты так вот сергей беляков обнаружил здесь под водой вот такой самолет и утверждает что этот самолет пабло эскобара здесь небольшая статья координаты можете сами почитать но мы давайте вернемся карте и посмотрим более детально да вот так вот самолет выглядит через небольшую толщу воды как видите его отчетливо видно такая находочка от сергея белякова но мы дали нам предстоит еще много чего интересного здесь увидеть и удивиться я уже заранее оставил метки поэтому долго мы здесь ничего искать не будем к примеру давайте меточку под названием вопрос посмотрим вот в этом месте также обнаружил необычный объект до его только можно увидеть при максимальном приближении вот так же не ясно что это такое вроде не самолет на какой-то крест похож немецкий а рядом что-то за пикселизовали не правда ли такая вот находочка также но уже моя личная вот так его отлично видно этот крестик и на это похоже на самолет может быть это какой-то парусник необычной формы кто его знает если внимательно смотреть побережье мы видим то что это побережье размывается как бы но и вода окрашиваться такой цвет также непонятно почему именно в одном месте только берег размывается а в других нет рядом озеро необычное практически идеально круглой формы похоже на воронку затопленной водой а вот немного далее вообще фантастика назвал я меточку капли давайте покажу вам что это за капли вот здесь через толщу воды и иностранные капли похоже на нефтяные такое ощущение что они как бы по стеклу стекают посмотрите как это похоже может быть они ползут к берегу а может быть наоборот от берега их размывает и получается вот такой узор вот таких вот капель здесь не сказать то что гигантское количество но предостаточно и также непонятно что это такое может быть на кораллы не похоже может быть под водой нефть сочится а ее дальше просто от берега размывает как вы думаете вот здесь же видно черные пятна от них хвостики небольшие вот здесь прямо гроздь таких вот образований страны неясно что это такое может быть хотелось бы услышать и ваши комментарии что это может быть я уверен то что никто из вас не найдет информации на эту тему это мы можем лишь посмотреть по google карте пофантазировать немного подумать ну и написать конечно в комментариях что это может быть вот такие вот артефакты рядом с багабами а также давайте еще одну меточку посмотрим под названием шоу вот здесь интересная посадка деревьев да вот такие вот интересные просеки их пересекает странная посадка деревьев похожий на шов зашитый посмотрите как это отчетливо видно больше таких швов я нигде не встречал но увидел здесь еще более странное место давайте покажу о чем речь меточка называется красота наверно многие из вас слышали и видели то что вся наша тайга расчерчена в клеточку ну или как называют официально вся в профилях так вот именно вот на этом кусочке острова это наружу то что весь остров расчерчен вот такими вот идеальными прямоугольниками это не дороги это не лэп снизу практически скорее всего не увидишь то что так этот остров расчерчен посередине проходит прорезает даже вернее современная дорога а дальше еще интересней давайте покажу почему дальше еще интересней поверну как положено сначала карту давайте самого начала первоначально неправильно просто карту повернул и начал как говорится не с того так что извините вот этот остров прорезан вот таки мед странными еле видными полосами которых снизу и не увидишь это же как бы и не просеки я не знаю может быть по этим линиям просто не хотят деревья расти близко приближаешь они практически исчезает отдаляешься они проявляются вот посередине проходит вот эта вот дорога современная который разрезает эти прямоугольники а вот здесь она развивается также узор наш расходится в разные стороны одни прямоугольники уходят налево а второе направо вот здесь этот разрез фантастично не правда ли дорогие друзья что это такое может быть посадка деревьев для чего тогда вот эти вот просеки которые практически не видать вот при вас я сейчас по максимальному приближаю и в принципе они исчезают их только можно увидеть с более большой высоты то есть с километра к примеру да также сразу хочу сказать то что смотрел и исторические фото они здесь эти просеки всегда были вот эти вот прямоугольники а вот это вот белое это уже современные дороги то есть заасфальтированные вот здесь можно видеть иногда съезды к этим просекам между деревьев по некоторым просекам небольшая колья в некоторых местах но в основном такие просеки то есть они пустые вот здесь вроде бы небольшая колья можно увидеть но дальше ее нету очень и очень странно дорогие друзья чтобы это могло быть вот такие у меня наблюдения пока по богам а мы давайте еще посмотрим какие вам метки приготовил метка под вопросом также три странных профиля для чего они нужны для чего эта вырубка форме буквы п вернее не п а вот такая вот сеточка что тут хотят сделать или для чего не лэп конечно нет но для чего-то размечают знак по двойным вопросам вот здесь отчетливо эту вырубку видно также непонятно для чего идет от берега как видите вот в этом месте поворачивает здесь обратно разворачивается и уходит в сторону берега вот такие вот странные просеки на багамах так но мы давайте приподнимемся посмотрим что тут еще интересного осталось посмотреть так мы пропустили метку озера а вот в этом месте также необычное озеро здесь есть фотографии а чем она мне заинтересовала дорогие друзьям а это самим берегом не знаю такое ощущение что это озеро искусственное его просто выруют вырубили здесь скальном массиве посмотрите берег то получается скальный и значит весь островок скальный ну так же огромное количество непонятных просек так давайте немного передвинемся рассмотрим остальные метки так метка полоса здесь также обнаружил странную полосу но эта полоса уже проходит под водой также непонятно какого она назначение как видите от одного берега проходит другому если исторические фотографии смотреть то эта полоса очень уж давно давайте покажу о чем речь до 2004 года как видим она в 2004 году более отчетливо видно как вы думаете для чего эта полоса местами она похожа на железную дорогу но конечно гигантского размера можно даже померить в среднем ширину колеи этой среднем 27 метров если по годам листать эта дорога никуда не пропадает также как видите с одного края от одного края полосы до другого принципе никаких пристани там нету или чтобы корабли ходили здесь если кто-то подумает что это углубление дна для лодок нет как видите лодки спокойно здесь плавают поэтому остается загадочкой что это может быть за полоса так но самое интересное я оставил конечно напоследок это вот этот круг давайте покажу вам почему это место мне заинтересовало вот в этом кругу в котором я отметил находится вот такие вот странные вырубки да я сначала думал это вырубки а может быть озера или болото но нет оказалось ни то ни другое дело в том то что именно вот эти вот пятна или вырубки или озера они передвигаются с места на место и это можно увидеть только по историческим снимкам давайте я сейчас включу и покажу о чем речь вот как видите круг запоминайте как все выглядит теперь давайте листать начал на самое начало 2004 год как видите эти пятна сместились круга вот он берег вот он круг вот она наша просека уголком и знак вопроса а теперь давайте вперед листать от 2004 года так видите они уже ближе кругу сместились 2010 год еще ближе уже за круг зашли 2013 год они практически уже в кругу но к сожалению плохо видно из-за облачности дальше фотографии как видим в этом месте образовалась какая-то пустое что ли болото все наши вот эти вот отметина они уже практически все в кругу еще полистаем до до 2015 года шестнадцатый год девятнадцатый год мы 21 год вот в этом месте как видите они уже полностью в кругу что это такое почему они двигаются к сожалению дорогие друзья я не знаю пишите свое мнение своей мысли в комментариях что это за озера или вырубка который может передвигаться по острову также каждый может открыть свои карты и понаблюдать листа исторические фотографии как эти объекты передвигается с места на место вот такие вот интересные артефакты можно увидеть по google карте если листать исторические снимки но также давайте еще пару меточек посмотрим которые тут оставил для вас а это уже на дне океана посмотрим рельеф дна здесь меточка под названием артефакт сканирования вот здесь как видите странная дорога проходит по дну океана да я сначала тоже подумал может быть это брак сканирование так отсканировали узнать и когда начал дальше все рассматривать что-то у меня уверенность это пропало дело в том то что начали появляться вот такие вот странные выемки а если дальше рассматривать куда ведет эта дорога то мы еще больше артефактов увидим к примеру вот в этом месте эта дорога превращается вот такие вот небольшие холмы горы которые вытянулись цепочкой не знаю такое ощущение как будто что-то отсыпали давайте дальше немного продвинемся посмотрим рельеф дна по этой дороге да конечно я понимаю многие не верят google карте особенно если рассматривать дно океана типа по типу это брак сканирование артефакты угол специалисты смеются чего только уже не начитался не хотят люди верят и все ну и да ладно я вам всего лишь показываю то что можно увидеть по google карте а верить или нет это сугубо каждого личное дело я вам всего лишь показываю интересные места по google карте что это такое на самом деле нам предстоит еще разбираться и разбираться вот такие у меня находочки по богам вам дорогие друзья а на этом не этот видеоролик заканчиваю надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok